Профессии реставратора учат в учебных заведениях специальных, где есть реставрационное отделение или реставрационные кафедры по разным направлениям реставрации. Темперная живопись, реставрация масляной живопись, реставрация произведения графики и других направлений, например, декоративно-прикладного искусства. На этот вопрос ответить сложно. Почему? Потому что заранее очень сложно спрогнозировать, как будет себя вести памятник, сколько потребует времени тот или иной процесс. Поэтому, по опыту могу сказать, что если мы говорим о полной реставрации, то это может быть один месяц и до нескольких лет. Сначала это подготовительная работа, которая состоит в том, чтобы изучить памятник, познакомиться с ним. Реставратор все делает по заданию реставрационного совета, он сам не принимает решения. Путем подбора каких-то научных методик и понимая, как себя ведет памятник, какие нужны материалы, он уже приступает к работе. Один реставратор выполняет реставрацию одного предмета от начала и до конца. Реставраторы используют очень много точной техники, такие как бинокулярные микроскопы, электронные микроскопы, лопы с подсветками и так далее. Ну а материалы, их великое множество, их перечислить невозможно, и это зависит и от предмета, и от процесса, который мы делаем. Это икона «Богоматерь с младенцем и крестом», которую выполняла художник-реставратор первой категории нашего музея Саморезова Марина Леонидовна. Икона, имеющая несколько слоев записи, и запись такого уровня, что приходилось на каждом этапе принимать решения, было применено очень много методик реставрационных, наверное, порядка 50 при реставрации этой иконы. Такая работа замела несколько лет реставрации. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok